Не нарушайте, за вами наблюдают. Эти камеры способны на многое. Хитрость против угла зрения объектива. Можно ли обмануть видеостража? Видеофиксация докажет вашу невиновность или отправит за решетку. Так чем же нам грозит такой контроль? И можно ли с ним бороться? Гормон смерти, он же гормон роста. Эндокринологи запрещают. О, за бицепсы бодибилдеры готовы отдать жизнь. Какой-то дриш показывает пальцем и говорит, о, а сколько ты ведер стероидов съел? Правда ли, что стероиды влияют на мужское достоинство? Если мы колем в трицепс, он временно увеличивается в объеме. Гора мышц в обмен на здоровье. Чем опасны уколы роста и спортивное питание? Итак, сначала пятницы, только потом дача. Не пропустите. Создан будильник, который станет настоящим кошмаром для любителей поспать. Устройство просто сбрасывает своего хозяина с кровати. Существуют и другие варианты. Например, летающий гаджет, который нужно догнать, чтобы отключить. О жесткой побудке репортаж Дарьи Григоровой. Для нее в работе самое сложное – это успеть в офис. Чтобы не проспать, Саша заводит на 8 утра всю бытовую технику в доме. Только на двух телефонах. Сразу по несколько сигналов. Иногда просто меня аж даже бесит просыпаться. Самый ужасный звонок на будильнике на телефоне. Потом телевизор включается и мой комп. От таких пыток должна помочь ультразвуковая бомба, так называется, новый будильник, который, правда, похоже, может разбудить насмерть. Он шумит почти как реактивный самолет, но главное – буквально спихивает вас с кровати. У устройства есть мощный вибратор, который нужно класть под матрас. С таким арсеналом у сна, казалось бы, не остается шансов. Например, эти часы уезжают подальше от вашей кровати, заставляя хотя бы с нее сползти. Этот будильник, чтобы выключить, необходимо бросить обо что-нибудь твердое. Ну, например, об стену. Из-за этого будильника вам придется побегать по всей квартире. Сначала он просто начнет издавать звуки, похожие на сирену. Ну, а потом он взлетит. Чтобы будильник перестал мотать вам нервы, придется поймать пропеллер и вернуть его на место. Если переход от сна к бодрствованию произойдет очень быстро, то может недостаточной степени сосуды регулироваться, гормонов не будет хватать. Невозможно, что человек вскочит, у него потемнеет в глазах, он упадет в обморок. Чтобы утро прошло более спокойно, можно попробовать поставить будильник на специальных наручных часах. Они якобы следят за фазами сна и будят человека в самый лучший момент. Будильник начинает анализировать, двигаетесь вы или нет. Если он засек ваше движение, то бишь понял, что вы перешли в фазу быстрого сна, то он может вас разбудить. Погрешность не меньше 20%, а скорее всего даже больше. Потому что очень сложно на самом деле по таким косвенным характеристикам, как движение, определить стадию и фазу сна. Получается, любое экстремальное пробуждение может довести любителя поспать даже до сердечного приступа. Поэтому просыпаться и, скажем, бегать за будильником врачи советуют только абсолютно здоровым людям. Несмотря на все изобретения, спать лучше ложиться заранее. Дарья Григорова, Альгий Смикульский, Сергей Селиванов и Андрей Матигин. Вести. Высокотехнологичный оркестр будущего сыграет Мурку на заказ. Теперь каждый желающий может послать любимую мелодию на сайт группы, а диджеи прокрутят трек с помощью электрических разрядов трансформатора Тесла. Вместо инструментов музыкальный ряд создают молнии. В репертуаре оркестра уже есть несколько классических произведений и поп-композиций. Ну а пока оркестр удивляет инструментами, исполнители шокируют внешним видом. Речь снова о леди Гага, которая внедряет новое представление об одежде. Известная певица посетила супермаркет Нью-Йорка в своеобразном костюме. Гага надела кожаные бикини, под ним было белье телесного цвета, что создало эффект голого тела и ажиотаж в магазине. Такой наряд исполнительница выбрала для рекламы нового альбома. Однако популярность леди Гага вышла боком интернет-магазину Амазон. Серверы портала не выдержали натиска клиентов и рухнули сразу после старта продаж. Пока это все. Увидимся.